Утром 6 июня в российском Кемерово произошло ДТП с участием трамвая. У транспорта отказали тормоза, в результате чего вагон набрал высокую скорость. На повороте у трамвая оторвало дверь и оттуда прямо на проезжую часть вылетели два человека. В итоге трамвай врезался в другой вагон, ехавший впереди. Внутри транспорта в это время находилось много людей. Местные власти сообщают о 70 пострадавших. Вскоре городской голова Кемерово Дмитрий Анисимов сообщил, что один пострадавший скончался. На месте ДТП образовалась огромная пробка, поскольку авария произошла в одном из самых оживленных мест в городе. По факту ДТП уже возбуждено уголовное дело по статье за предоставление услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В ночь на 6 июня на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области прогремели взрывы и начался сильный пожар. Российские СМИ сообщают, что завод в Ростовской области атаковали беспилотники. В местном чате участники писали, что якобы слышали несколько взрывов. Очевидцы сообщают о пожаре высотой с девятиэтажный дом. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил пожар на НПЗ. Отметим, Новошахтинский НПЗ – единственный нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. И это уже третья атака БПЛА на него с начала этого года. Первые две были в марте и апреле. После них, по сообщениям россиян, завод останавливал работу. Тем временем беспилотник якобы атаковал нефтебазу в Белгородской области. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков. Сообщается, что в результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Взрывной волной выбило окна в здании охраны. Пока в одних местах Российской Федерации горят НПЗ и нефтебазы, в Новороссийской в Приморском районе, как сообщается, работают сирены. В Царском селе в Екатерининском парке на Большом пруду 6 июня перевернулся понтон, который перевозил 24 человека с острова на берег. При развороте из-за перегруза понтон, рассчитанный на 12 человек, перевернулся. В результате погибла девушка, три человека госпитализированы. На понтоне были артисты, которые должны были выступать на мероприятии, посвященном Дню города. Как ранее сообщал Унян, утром 6 июня в российском Кемерово произошло ДТП с участием трамвая. Транспорт набрал высокую скорость. На повороте у трамвая оторвало двери, и оттуда прямо на проезжую часть вылетели два человека. В итоге трамвай врезался в другой вагон, ехавший впереди. Сообщается, что пострадало более 100 человек, один пострадавший скончался. Предварительно сообщалось, что у трамвая отказали тормоза. Позже начальник пресс-службы Кемеровской электротранспортной компании сообщил, что трамвай был исправный. Могу четко сказать, что у данного трамвайного вагона, во-первых, нет никаких отметок в книге поезда. Они бы были, если бы что-то было с ними не так. Водителем трамвая была 23-летняя девушка. Мать водителя сообщила, что у дочери открытый перелом ноги, а также пожаловалась на состояние транспорта в городе. По факту ДТП уже возбуждено уголовное дело по статье за предоставление услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины 6 июня уничтожили российский буксир «Сатурн». В публикации ГУР отмечается, что корабль больше не поплывет. Успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 «Сатурн» или «Протей» нанесло спецподразделение 9-го департамента ГУР у берегов временно оккупированного Крыма. В разведке подчеркнули, что в результате операции в акватории Озеропанское очередное судно российских захватчиков уничтожено. Разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений оккупантов в Черноморской акватории. Об уничтожении буксира «Сатурн» в эфире телемарафона говорил и представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. «Уничтожено сегодня ночью еще одно вражеское судно в Черноморской акватории. Подробности будут немного позже. Работа спецподразделений ГУР Министерства обороны. Морской удар. Все метко. Еще минус один вражеский корабль». Юсов отметил, что эта операция стала возможной в результате прорыва морских фортификаций, которые строил враг. А потом уже уничтожение буксира. По его словам, так происходит каждый раз. «И Цезарь Куников, и Сергей Котов, и те самые тунцы, которые недавно пошли на дно, их все защищали. Их защищали с неба, их защищали морскими фортификациями, инженерными сооружениями, стрелковым огнем. Но тем не менее, спецподразделения ГУР Министерства обороны, операторы МОГУР, также учатся и также совершенствуют свою работу, модифицируют сами средства». Юсов подчеркнул, что это постоянное соревнование за преимущество в Черном море, и в нем Украина и военная разведка уверенно побеждают. 6 июня в Москве неизвестный открыл стрельбу из автомата и убил человека. В сеть попали кадры, как киллер гонится за мужчиной и стреляет в него. По информации телеграм-канала, убитый 34-летний бывший профессиональный скейтер Константин Балишанский. Как сообщает телеграм-канал Шот, в момент, когда он вышел из своего дома на улице Алексея, Сверидова, в районе Филе Давыдкова, его ждал убийца, одетый во все черное и в медицинской маске. Он открыл по Константину огонь из автомата АКС-74У. Киллер с места происшествия сбежал. Убийцу задержали через два с половиной часа в трех километрах от места нападения, в сквере на Аминевском шоссе. Мужчина открыл огонь по полицейским и был тяжело ранен в ответ. Момент перестрелки попал на видео. Как выяснилось, убийца является 35-летний Андрей Демин. Мужчина был знаком со своей жертвой, он также занимался скейтбордингом. Кроме того, имеет судимость за наркотики. Убийцу госпитализировали в тяжелом состоянии. Первоначальной версией следствия было заказное убийство. Однако, по предварительной информации, Демин совершил преступление на почве ревности. Кремлевский диктатор Владимир Путин на встрече с иностранными журналистами эмоционально, с использованием резких выражений, заявил, что РФ не намерена атаковать страны НАТО, при этом используя такие же слова, которые звучали в его речи пять лет назад, когда он отрицал возможное нападение на Украину. Об этом сообщает агентство новости, анализируя его высказывания. Как отмечает телеграм-канал, подобное заявление российский диктатор делал в 2019 году на инвестиционном форуме «Россия зовет», когда отвечал на вопрос о возможном нападении на Украину. В частности, как сейчас, так и тогда Путин использовал фразы «чушь» и «бред собачий». Все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. Сколько в Евросоюзе жителей, сколько в НАТО жителей стран НАТО, каков суммарный экономический и военный потенциал. Это просто чушь, бред собачий. На встрече с иностранными журналистами прозвучали и другие абсурдные заявления. К примеру, Путин заявил, якобы США требуют от Украины понижения мобилизационного возраста, а после этого планируют избавиться от Зеленского. Как отметил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, в каждом своем выступлении Путин врет. В частности, эту ложь он использует как элемент ИПСО накануне саммита мира. «Эти выступления направлены на то, чтобы сорвать усилия Украины и тех стран, которые поддерживают международное право». Юсов подчеркнул, тот факт, что Путин лично говорит о саммите мира, указывает на то, что Украина и союзники все делают правильно. Субтитры создавал DimaTorzok